добрый день в эфире выпуска посиделок и с вами светлана тищенко сегодня мы продолжаем обсуждать тему как сохранить русский язык русскую культуру в семьях живущих здесь в австралии и сегодня у меня гостей гораздо больше и мы предложим вашему вниманию три взгляда на этот вопрос взгляд преподавателей родители и самих детей начнем мы со взгляда преподавателей у нас сегодня в студии марина макарова директор пушкинского лицея вот основанного еще 1994 году и ныне действующего и процветающего марина добрый день здравствуйте светлана наш мир становится очень очень маленьким мы все путешествуем без проблем без границ глобальная деревня но я не могу так его назвать но тем не менее многие из наших детей под другого подрастающего поколения говорят на одном двух трех языках потому что это просто необходимость жизни так что такое билингвизм вот этот термин появился в нашей жизни не так давно это не двуязычие а именно билингвизм марина да вы совершенно правы этот термин появился не так давно и вот сейчас я провела месяц в европе на конференции международной по билингвизму и как для меня это понятие стало более очевидным и причина его и почему и так далее почему мы в австралии немножко отстаём от европы ну наверное эти объективные причины понятно потому что в европе как вы сказали большая деревня ездят все и не говорить на каких-то языках просто просто неудобно мы здесь при легированном положении сидим и с одним языком вроде справляемся но билингвизма отличие от двуязычия это когда человек владеет и вторым языком и культурой вот в чем отличие и культура и язык вместе не просто как мы учили допустим в россии иностранный язык того я учила иностранный язык но не так сильно соприкасался с культурой то есть опять-таки теоретически а дети наши практически живут двух культурах и в двуязычии то есть билингвизм но хорошо а теперь вернемся да все-таки к теме нашей передачи как сохранить русский язык и русскую культуру в семьях и начнем наверное с семьи да все таки раз мы уже про семьи то мы начнем семье отношения к языку в семьях вот конечно и положительные стороны это краеугольный камень семья должна выбрать родители должны выбрать для детей определить какие ценности в семье и нужен ли в этой семье русский язык нужно ли его сохранять то есть это определяют родители безусловно а ребенок как и все другие ценности которые родители собираются передать своему ребенку и от того какую политику выберет семья это будет лицена целенаправленная или спонтанная или ну как сам ребенок выберет от этого все дальше пойдет весь сценарий в семье родился ребенок маленький славненький будь то смешанная семья будет у чисто русская семья поначалу все просто он учится разговаривать на том языке на каком говорит его мама или папа приходит момент когда ребенок отказывается говорить на языке на котором не говорят дети в школе вот что делать такой момент и почему он наступает этот момент я думаю что не отказывается потому что говорят дети в школе на другом языке просто когда ребенок растет даже если это двуязычная семья если папа говорит по английский, а мама говорит по-русски, то все равно ребенок маленький больше время проводит с мамой. Поэтому у него и язык на более высоком уровне развивается, русский язык. Ну, а если еще его отдали в детский садик, то, естественно, пласт как бы больше, влияние русского языка. Когда ребенок идет в английскую школу, то время его проведения в англоговорящей среде значительно увеличивается и растет, естественно, вокабуляр английского языка. Поэтому просто становится сложнее говорить на русском языке, потому что он уменьшается. А почему в 10 лет, допустим, или ближе к этому возрасту ребенок отказывается? Потому что уже начинает свое «я», «я вот так не хочу, мне так неудобно». Хорошо, а вот все-таки вы как преподаватель, да, система образования в Австралии, системы языковых школ, Пушкинские лицеи в частности, что могут сделать, как могут помочь родителям, чтобы у ребенка сохранился русский, не только сам русский язык, но и русская культура? Конечно, очень большое влияние от русских школ, то есть есть. И их значение меняется. Если на протяжении, вот мы уже 25 лет, то стратегии абсолютно разные, на каждом, ну так скажем, где-то 5-7 лет меняется, потому что меняется контингент учащихся. Что мы должны сделать, как русские школы, это кардинально пересмотреть материал, который мы используем, учебный материал, методики и саму методику преподавания русского языка. Это то, что вот мы сейчас чем занимаемся, что я привезла с конференции. То есть создать социальную среду, понятную для ребенка, потому что это самая большая проблема. Наши учебные материалы, наша методика, она непонятна социально ребенку. То есть это новое поколение, и не понимает система преподавания? Не понимает текст. Зайчик прыгал, зайчик бегал, и окончание вставлять, и что дальше? Ну и вставила я окончание. Что они для меня значат? Должно быть осмысленное, осознанное преподавание. Ну вот насколько мы помним, да, в Пушкинском улице это не только был язык, это не только была математика или еще что-то, это были и концерты, и утренники. То есть дети были постоянно чем-то задействованы. Это ведь тоже помогает? Конечно. Язык, он же не может существовать сам по себе. Язык – это среда обитания. Значит, надо создать как в семье, так и в школе среду обитания. И эта среда должна быть интересной. Спасибо. А вот давайте в завершении нашего блока вернемся к, так скажем, к причинам, да, к причинам, почему мы не можем, или почему теряется, пропадает интерес у ребенка, или почему пропадает интерес у родителей, сохранение русского языка. Ну, давайте вот ребенка сначала, да. У ребенка пропадает, потому что в семье родители, очевидно, не выбрали, то есть это было спонтанное, желание спонтанно сохранить, пусть будет. Если родители серьезно, осознанно подходят к этому вопросу, то это целенаправленное сохранение языка. И тогда родитель будет более последовательным в своих действиях. То есть он не будет пугаться от того, что ребенок в 10 лет сказал больше, я не буду говорить, не хочу. И мама сразу испугалась и сказала, ой, ему некомфортно, нет, я не буду. Второе, что это, конечно, усилия родителей. Родители, конечно, должны прикладывать усилия. Прежде всего, когда занимаются с ребенком русским языком, они должны заниматься с ним вместе. Не дал книжку, иди почитай, а найти такие игры, компьютерные игры на русском языке. То есть сферы деятельности ребенка на русском языке и самому с ними им заниматься. Что еще я посоветовала бы родителям? Многие родители делают такую большую ошибку, когда они переоценивают ожидания, наверное, завышают ожидания ребенка, какой уровень языка они хотят получить от ребенка. И часто говорят, ну, Толстого читать не будет, и пишут с ошибками. То есть я этого не добьюсь, и поэтому сохранять нет. Это не смешно, это правда. И вот прочитал «Смерть чиновника» и тоже не понял. Ну, это социальная реальность непонятная ребенку. Мы сейчас говорим о том возрасте в 10, 15, 16 лет. Мы не говорим здесь о этих произведениях. Мы говорим просто о сохранении нормального функционального языка. А как дальше ребенок с этим языком поступит, и будет ли он читать Толстого, это уже ребенок решит. Сейчас надо в этом моменте жить. И заниматься с ребенком тем, что ему интересно, ему, не родителю. Да, тут я вас поддержу, потому что я сама пришла к этому, так сказать, через тернии, потому что Вику готовила к той классической литературе, на которой сама выросла. На каком-то моменте я поняла, что нет, это поколение это читать не будет. Она будет читать, она читает очень много, но она читает свои книги. Да, другую, совершенно другую литературу. Даже мы сейчас используем абсолютно не классическую литературу для чтения наших детей. Это новые, переводных очень много рассказов. И то, что детям, в чем они живут. Ну как можно читать о том, о чем ты совершенно не понимаешь, и тебе и трудно, еще и непонятно. То есть двойная лексическая нагрузка, и лексическая идет, и смысловая нагрузка вообще по методике неправильная. Марин, спасибо. В следующем блоке мы вернемся к мнению детей. Добрый день еще раз. В эфире очередной выпуск программы «Посиделки». И мы продолжаем нашу передачу о том, как сохранить русскую культуру в семьях, живущих здесь в Австралии. Первый блок мы послушали мнение Марина Макаровой, директора Пушкинского лицея. А теперь к самим студентам в прошлом этого лицея. Вероника, добрый день. Здравствуйте. Зачем? Зачем нужно сохранять русскую культуру в семьях? Вот твое мнение. Для меня самая значительная причина была и осталась общение с родственниками. И потому что таким образом я сохраняю не только язык, и я могу узнать больше о своей культуре. И, ну, конечно же, общение с родными людьми, это очень важно. У нас здесь есть еще одна девушка, Виктория. Добрый день. Добрый день. Зачем нужно сохранять русскую культуру и русский язык в семьях, которые живут здесь, и для детей, которые родились в Австралии? Я просто хочу сохранить эту культуру, эту группу, которая сейчас существует, на будущее. То же самое, как и грецкая культура, и все это, они не сохранятся. И на будущее я хочу, чтобы больше дети моего возраста знали их культуру, гордились им культуру, и чтобы общались, и как сделать такую группу людей, которые по-русски разговаривают. Окей. Пушкинский лицей ты закончила, да, в прошлом году? Что дала тебе эта школа? Эта школа для меня была не только местом, где я приходила получать знания, но и также я могла общаться со своими одноклассниками, участвовать в мероприятиях, например, в Ёлка, например, Новогодняя. Это такие вещи, которые очень важны, которые трудно создать вне школьной обстановки и атмосферы. Это, ну да. Девочки, а как, по-вашему, вашим родителям, учителям вам самим удалось сохранить и развить русскую культуру и русский язык? Потому что русский язык все-таки довольно-таки сложный. Викуль. Ну, хотя я родилась в Австралии, первый язык, который мама научила, был русский. И перед садиком я дома только разговаривала по-русски. И в Россию я первый раз поехала, мне было пять лет. И самое первое, что я подумала, когда я пошла по экскурсиям, по спектаклям, я думаю, в Австралии этого нет. Этот зимний дворец в Санкт-Петербурге, Эрмитаж и все эти новогодние спектакли. Нет этого в Австралии, мне это очень понравилось. И мне эта культура понравилась. И как сказать... А что мы делали дома для того, чтобы сохранить русский язык и культуру? А, ну, когда, не помню, сколько было лет... В школу пошла. В школу уже пошла. Я просто не говорила по-русски. Я не помню, почему. Ну, наверное, потому что мне как-то неудобно было общаться с детьми. И просто я хотела английский полностью научить. И что... И дома я только говорила по-русски, по-английски вообще нельзя было говорить. И дедушка так сделал. Если хоть одно слово по-английски я сказала, он потребовал 5 центов. И платить надо было. Пока денежки не закончили. Кто деньги давал? И у нее были свои карманные деньги. Бабушка давала, а дедушка отбирала. Не хотелось расставаться, да? Нет, деньги это... Святой. И так я начала серьезно заниматься русским языком. Хорошо. Вероника? Мне очень помогала также семья. Бабушки, дедушки. Когда они приезжали из России, каждый раз с собой везли мне учебники. Хоть и младших классов, например, если я училась в 6 или в 5 в австралийской школе, они мне привозили, например, учебник по русскому языку 1 или 2 класса, чтобы тем более сохранять хоть какой-то базовый уровень языка. И также моя мама часто помогала мне таким образом, что она как бы втягивала русский язык в мои уже существующие интересы. Например, вместо того, чтобы остаться... Я в то время занималась художественной гимнастикой, и я думаю, что это был осознанный выбор ее, когда она перевела меня на гимнастику с русскоязычными тренерами или тренерами. Тренерами. Тренерами, извините. И таким образом хоть какое-то общение, но я слышала язык, и меньше тогда... И словарный состав уже был другой, да? Не такой, никак в школе, никак... А главная реальность, есть социальная реальность. Вот это самое главное, чтобы язык не был оторван, вот что он только дома существует. Ребенку важно знать, что он еще где-то есть. Если не выезжала. А если выезжала, то... Да, у тебя же точно такая же была ситуация. Занималась теннисом, у тебя был русский тренер, ходила на драму к Лене Михайловой, там тексты все по-русски, соответственно. Ты уже выпустилась. Вот ты уже все, ты уже в школу закончили, уже все, отработали свое. А теперь зачем он тебе русский язык? Вот что ты с ним будешь делать? Я, конечно же, очень хочу вернуться в Россию. Я не знаю, насколько, когда, но это моя мечта. И также очень часто мы встречаемся с одноклассниками. И я не представляю общение с ними на английском. Просто такого не может быть. Это было бы совсем другое. Ну, и, конечно же, я еще раз скажу про это, но это так и есть, что так же общение с семьей не было бы тем же, если бы я не могла с ними общаться на родном языке. Викуль, ну, если мы не будем брать в расчет, что еще предстоит экзамен по ВСИ по русскому языку, для чего тебе? Вот что ты будешь дальше делать с русским языком, со своими русскими песнями, которые ты любишь слушать? Ну, никому не плохо знать больше, чем один язык. И я все-таки считаю, что надо знать второй язык для работы. Ну, конечно, потому что многие компании, они ищут людей, которые умеют разговаривать на два языка. И это как большой фактор, который они принимают, когда они смотрят, взять этого человека на работу или нет. Я считаю, что, ну, все-таки повезло мне знать русский язык с маленького возраста, потому что я могу его тренировать, развивать, чтобы в будущем мне помог, ну, как найти работу и работать. И, конечно... И путешествовать. Ну, да. Девочки, спасибо вам большое. Это был взгляд детей на то, как сохранить русский язык в семьях. Мы продолжаем выпуск «Посиделок» о том, как сохранить русский язык и русскую культуру в семьях. Мы послушали мнение преподавателя, мы послушали мнение наших детей, а теперь слово за нами, за родителями. Добрый день, Валер. Здравствуйте. Зачем мы все это делаем? Зачем нам сохранять в наших детях русский язык и русскую культуру? Ну, как же, для наших любимых детей. Мы же русские. Приехали в Австралию, это как наша, как бы, не родина, а место проживания. И, естественно, чтобы быть с ними в контакте, как бы чувствовать друг друга, естественно, мы как-то... Я уже английский как бы могу, как бы, так не так взять. Потому что у меня его не было. Я здесь... Но, чтобы с Вероникой вот эту связь держать, естественно, мне надо в ней ее. Тем более, она родилась в России. У нее это начальное все было в России. И когда мы только сюда приехали, она только-только прям вот начинала читать. Прямо по слогам. Прямо очень хорошо помните моменты. Вот. И, ну, было как-то неправильно и глупо, наверное, не поддерж... ну, как бы, не схватить это. Потому что в легкую, как бы, человек может знать второй язык. А дополнительных языков, конечно, еще никому никогда плохо не было. Да, это как бы и удобно, и выручает, в общем, как мы знаем. Вот, так что... Ну, в нашей семье история несколько другая. Я приехала сюда практически... Младше, наверное, была даже, чем Вероника. А Виктория родилась уже здесь. Но у нас, в принципе, даже не стояла речи о том, сохранять, не сохранять. Мы все дома говорим по-русски. У нас на тот момент еще живы были прабабушки и прадедушки Викины. И когда Вика родилась, то речи не стояло никакой. Мы с ней с самого начала говорили по-русски. Потом появились мультики, потом появились русские спектакли всевозможные. Потом появился в 4 года Пушкинский лицей. А потом уже появились поездки в Россию. И мы считали, что это то большое, то значительное, нужное, что мы можем ей передать. Да, для нас это было трудоемким процессом. Остается трудоемким. Но никто в семье, меня до родителей, до прабабушек, не отказывался в этом участвовать. Вот как мы, как родители, можем это сделать? Как мы можем сохранить? И что от нас вообще зависит? И зависит ли в отношении русского языка, русской культуры? Ну, конечно, мы же родители, мы должны все, что мы имеем, передать. И язык тоже это вот такая ценность, которая... И я даже не думал, что она такая русская кажется. Потому что, честно, я не рассчитываю. Она даже, пожалуй, больше русская, чем я получилась. Она очень за это, за все. И поэтому, ну, очень мне приятно. И как бы, ну, глядь, ну, я правда не ожидал никак. Она меня прямо вот с каждым днем удивляет, вот это какая она русская. Вот, поэтому... Все сложилось, все сложилось на этот счет, конечно, очень хорошо. Хотя моменты были... Начальный выбор вы сделали за нее, то есть вы решили, что... Ну, нет, нет, у нас как бы, наверное, немножко получилось плавно, потому что она родилась там. Она уже говорила. Мы приехали, и как бы... Мы ее там как вели, и тут как бы это просто поддерживали. Конечно, были моменты, когда она не хотела говорить. Когда мы там какие-то хитрости, вот, жена у меня разговаривала на английском, я нет. И вот мы договорились вроде бы как, что я не знаю английский, ей некуда было деваться. Я с ней говорил по-русски, хотя они вот общались, был момент короткий. Вот, она на английском, а Лена с ней на русском разговаривала. Ну, как бы разные моменты были. Ну, в общем-то, потихонечку всегда, она не с первого класса была в русском, в русской школе. Дома всегда потихонечку, ну, занимались с ней. Как бы вот... Вот, и потом вот мы прибились к русской школе, и, конечно, тут все зацвело. И, естественно, ей было немножко сложновато, она догоняла, но она умничка вроде бы старалась, все это сделала. Вот, и, конечно, толчок очень большой был в Пушкинском лицее. Мы, конечно, очень благодарны. Вот, так что еще придем. Ну, вот она в том году закончила, а в этом году вот математику еще делаю. Вот, и получается с продолжением, вот, что она сама как бы и не торопится покидать школу, потому что ей действительно очень нравится. А я, естественно, очень доволен, счастлив и рад с этим. У нас момент образования в русских школах как-то был упущен. Мы пошли, потом школы начали дробиться, учителя начали дробиться, и мы как-то это дело оставили. Но, тем не менее, да, у нас был такой момент, когда она просто напрочь отказалась говорить по-русски. Она только пошла в школу, только начала учить английский и решила, что все, она на русском больше не говорит. Ну, да, в тот момент мешался дедушка со своим путем образования. Ну, и, в принципе, да, прабабушка не говорила вообще по-английски, с ней надо было как-то говорить, с ней надо было петь песни, с ней надо было сидеть, когда мама не могла быть с тобой. Русский язык, он все равно никуда не девался, он все равно был вокруг Виктории. И как-то потом, даже я вот недавно, так не очень недавно, но поймалась на том, что я слышу у нее из наушников, из этих, из айфона русские песни, их совершенно новые. Не те мои, которые я слушала, а уже современные. Так же, она все русская, все русская. Да, то есть вот поддержать ваше мнение, что у нее какой-то болезненный патриотизм в отношении России, хотя она никогда там не жила, то есть она родилась и выросла в Австралии. Она пять раз была там, в разных городах, в разные времена года, в разных, так сказать, условиях, то театры, то елки, то дача с венками из бани, то есть она потихонечку вот так вот попробовала, получилось у нее попробовать. Екатеринский дворец, дворец в царском селе, да? Когда бабушка ей сказала, что ты будешь жить в таком доме, а она в бахилах идет, маленькая по залу, она говорит, мама, бабушка сказала, что я буду здесь жить! То есть вот такие моменты у нас. Но тем не менее, Петр Первый на какое-то время был нашим мужем. У нас все это было, и я очень довольна, я благодарна нашей матрешечной семье, что у нас так получается. Классическое образование, официальное образование тоже как получится, но тем не менее, говорим и пишем, и любим, да? И фуражка у нас генеральская тоже есть. Ветские факторы сразу. В Екатеринский дворец, конечно, заговоришь. Да-да-да, хорошие места. Еще такой момент, когда вот она отказалась говорить по-русски дома, мы поехали в Россию с тобой вдвоем, и вот буквоед, вот этот многоэтажный книжный магазин в Питере, и детский отдел, и книжки вот эти все, которых мультики она любит, и куклы, которых у нас дома немерено, и вдруг эти книжки, книжки, книжки. Мама, хочу! Я говорю, нет, потому что ты не читаешь, ты не будешь их читать. Вот докажи мне, что ты будешь читать, тогда я их тебе куплю. Ну, пришлось доказывать. И потом как-то вот с этого началась такая, так сказать, жадность нас довела до этого, что, да, и книжек хочется, и в театры хочется, и везде хочется. Вот такие дела. Да, я тоже вставлю свой родительский опыт. Мы приехали, дочке моей было 8 лет, 9, по-моему, но изначально как бы не было, конечно, вариантов, разговаривали дома на русском языке. Потом даже у мужа было такое типичное, что типичное явление, когда родители хотят выучить английский язык за счет детей. И поэтому, когда дочка стала говорить по-английски, папа иногда отвечал ей по-английски, потому что хотел практиковать свой, ну, свой английский. Это очень много даже бабушки и дедушки так часто делают. Ну, тут надо выбирать уж, или ребенок учит русский, или родители английский за счет ребенка. Вот, ну, эта практика у нас не прижилась в семье, поэтому мы сохранили русский. Когда дочка где-то, я помню, наверное, в подростковом возрасте, тоже такой же был отказ, почему я должна ходить в русскую школу, почему я должна учить русский язык, ну, на это просто я и объяснила, что мы русские, неважно, где бы мы ни жили, это наша культура, это наш язык, это наша семья, это наши предки, и то, что мы... Это наше. Да, это наше. И у нас есть, что тебе передать. Мы не с неба свалились в Австралию, вот так приехали в 1994 году, и все. Есть большой семейной ценности, и одна из этих ценностей – это язык и культура, которую мы тебе передаем, и уже она сейчас передает своим детям. и точно так же объясняет им, что это та ценность, которую передали мне родители, и я ее передаю вам. И они с мужем, хотя бы оба они выросли здесь, и стараются говорить дома по-русски, и для них это тоже усилие, хотя они говорят, что когда они на отдыхе, то они всегда говорят по-русски между собой, вот по работе по-английски. Ну, в общем, как родить, как это. Ну да, да, вы знаете, у меня, если честно, был такой момент, когда муж у меня был англичанин, и я когда рожала, ну, у меня вообще очень странные мысли были, когда я рожала, и я вот вспомнила 17 дн. во сны, этот момент, что нельзя кричать «мама» по-русски, надо кричать по-немецки. Не выдать, не выдать. А я кричала по-английски. То есть вот так вот. Да, да, вот поэтому, если, я всегда говорю, если есть что передавать, родители передавать будут. Это первое. Второе – не бояться. Какая ошибка совершается родителями, особенно молодого поколения, бояться что-то заставить детей делать. То есть вот у молодого поколения часто такая вот, если я заставлю, я какой-то травмирую своего ребенка. Ну, во-первых, нужно почитать, наверное, тогда психологию детей, как дети развиваются, и что нужно говорить, надо ли что-то заставлять, или не надо совсем ничего заставлять. Ну, это другая передача. Но никогда нельзя бояться детей. Вот что вы... Вот именно вот этот страх. Ой, ой, он не хочет. Ой, нет, он не хочет. Все. Да. У нас, вот я из своего личного опыта скажу, мы пять лет приехали в Питер первый раз, и мой папа, мой родной папа и моя бабушка, они обалдели, потому что ребенок тогда занимался в Пушкинском лице, она занималась балетом, она занималась драмой, и она занималась теннисом. Куда на ребенка столько? А мы с мамой как-то решили, вот с маленького возраста к чему ее приучишь, она потом даже понимать не будет, что это надо, не надо, это тяжело, это не тяжело. И она вошла в эту колею, и проблем с этим, по сути дела, и не было. То есть никого мы не ломали, я надеюсь. Да нет, просто нужно, это не ломка, но в этом надо участвовать родителю самому. Тогда ты ничего не будешь ломать. Играйте вместе, я всегда говорю родителям. Делайте все вместе. Найдите сферы деятельности, которые ребенку интересны. Не вам читать Толстого, а то, что ребенку читать, вот я сейчас привезла прекрасные журналы, Барбоскины. Вот читайте Барбоскины. Я тоже хочу. Барбоскины. Читайте с детьми Барбоскины, разгадывайте кроссворды, они сами будут этим заниматься. Мультики. Хочешь еще один мультик посмотреть? Посмотри, ну, посмотришь на русском. Масса вещей есть, которые могут родители использовать, но при этом нужно свой вклад. Ничего даром не бывает, даром только терники растут. Как и в прошлой передаче, мы пришли к выводу «Русский язык, русскую культуру сохранять надо». Это труд, это каждодневный, повседневный труд и родителей, и детей, и преподавателей. Спасибо. С вами была Светлана Тищенко, Марина Макарова, Вероника, Виктория, Валерий. Спасибо большое. Спасибо.